Здравствуй, мой дорогой друг! Сегодня мы с тобой поговорим о явных минусах каркасного домостроения. Да-да-да, вот такие кошмары мы сегодня будем с тобой разбирать. Казалось бы, что такое каркасный дом? Или панельно-счетовой, или скандинавский, или канадский, или финский, еще тысяча и одно название есть в этой технологии. И ты наверняка знаешь, что эти дома, а, они относительно недорогие, при этом, б, они быстро строятся, третье, они очень сильно распространены, например, в Северной Америке, в Западной и Северной Европе. И, казалось бы, эта технология настолько прям вот крутая, что должна вытеснить просто с рынка все остальные вообще варианты домостроения. Но нет, у каркасных домов есть своя ахиллесовая пята. Точнее говоря, их даже несколько, пяточек. И мы с ними с тобой сейчас разберемся. Те явные минусы, о которых не расскажут сами строители каркасных домов. А помогать разбираться в этом вопросе буду тебе я. Меня зовут Михаил Кириченко. Я занимаюсь архитектурой и дизайном, и проектированием уже больше 20 лет. Хотя, по правде говоря, нужно признаться, что с каркасниками я знаком где-то 11 лет. Вот примерно тогда я познакомился с Александром, человек, который занимается каркасным домостроением в Рязани. И с тех пор я стал вообще, ну, скажем так, адептом, поклонником этой технологии, понимая, для чего и куда ее применить. Но, опять же, у многих людей нет этой информации, которая есть у меня. Давай сейчас мы это упущение исправим. Первое, чем мы с тобой должны понять, что каркасный дом, он по определению относится к классу так называемых легких домов. Тяжелые дома это из кирпича, из бетона. А легкий каркасный дом это всего лишь каркас, утеплитель и зашивка снаружи и снутри. Казалось бы, все очень легко. Так все правильно, они сами по себе очень легкие. Поэтому их называют легкие дома. И, как следствие, под них делают легкие фундаменты. Я не знаю, есть вообще такой термин или нет, но чаще всего под него делают или свайные фундаменты, или мелкозаглубленные фундаменты. Это проблема? Нет, это не проблема. Это просто возможность технологии, из-за того, что дом сам по себе легкий, можно не делать какой-то супертяжелый, супернагруженный фундамент, который может выдерживать огромную-огромную нагрузку. И из-за этого выходит первый минус. Из-за того, что фундаменты легкие, очень часто люди идут на максимальное упрощение, удешевление технологий и используют неподобающие фундаменты. Начиная, вместо того, чтобы делать фундаменты свайные, их делают столбчатые. Столбчатые, это, условно говоря, меньше, чем на глубину промерзания, там на метр, делается какой-нибудь бетонный кубик, или, к примеру, завинчивается какая-нибудь винтовая свая, и на этом основании делается каркасный дом. Дело в том, что за счет своей структуры, при распределенной нагрузке, он способен компенсировать определенные подвижки фундамента. И явный минус, который я постоянно наблюдаю в этих ваших интернетах и на стройке, что люди, пытаясь удешевить строительство, нарушают эту технологию, что фундаменты все-таки должны быть защищены от морозного пучения, их не должно крутить, вертеть, они не должны двигаться. Пытаются люди все время упростить, сделать дешевле и ставят уже на неподобающее основание. Самый такой яркий пример, никого не хочу обидеть, это винтовые сваи, которые делаются вообще не по регламенту. С ними тоже можно работать, но правильно, мы сейчас не они. Сам факт, что вывешивают на куриных рожках, ставят дом, а потом у нас в ютубе появляются ролики, где люди прыгают на полах, а там весь дом ходуном ходит правильно, потому что основания недостаточные, при этом за счет того, что дом вознесен вверх на этих костылях, перекрытие делают деревянные недостаточным ребрами жесткости, недостаточным усилением, иными словами нарушают технологию. Почему? Потому что дома легкие, вроде бы нагрузок нет. Легкость порождает попустительство делать недостаточные основания. Вот этот минус, который постоянно эксплуатируют всякие производители домов, условно говоря, дачного сегмента, когда дача, дача, что там, зачем там надо серьезно что-то делать, приводит к тому, что дома, которые пытаются делать подусловно дачные, со временем начинают использовать, как постоянно эксплуатируют проживание, начинают на них что-то навешивать, в них начинают жить, а это основание не способно нести этот дом. Хотя он и легкий, но снеговые нагрузки никто не отменял, ветровые нагрузки никто не отменял, деформацию от морозного пучения никто не отменял. Первый минус, еще раз зафиксируем, это то, что стали попустительски относиться к фундаментам. Даже под легкие дома фундаменты должны быть основательными. И еще тут очень важно отметить на один момент, что, когда делают свайные основания или какие-нибудь столбчатые, и дома, иными словами, дом оторван от земли, стоит на куреных ножках, недостаточное внимание обращают к утеплению снизу. А кроме утепления, точнее говоря, вот это вот перекрытие между улицей и первым этажом, мало того, что недостаточно утепляет, так еще забывают про такие вещи, как ветрозащита, которая должна быть обязательной, иначе все будет продуваться, и защита от всяких разных грузунов и вот этих вот живностей, которая может по коммуникациям пробираться. Но мы сейчас туда сильно погружаться не будем, это мы как-нибудь отдельно коснемся про живность, которая может образовываться в домах и откуда она берется. Поэтому не забывай ставить там лайк, колокольчик, подписываться, чтобы не пропускать полезную информацию. Вторая особенность каркасных домов заключается в том, что они быстро возводятся. И ты не поверишь, это одна из основных причин, почему каркасные дома дешевле традиционных домов. Казалось бы, там те же утеплители, каркас, обшивка, фасады, это все не шибко дороже домов, которые по тяжелым традиционным технологиям. Но тут есть один нюанс. Дома каркасные подразумевают малое количество влажных процессов. Иными словами, там нету кладочных растворов каких-нибудь, там что-то замешать, что-то залить, нет. Там все собирается на гвоздях, там кто-то на саморезах, это уже отдельная история. Сам факт, что нету большого количества техники, нету мокрых процессов. Не нужно ждать, что у тебя что-то высохнет, что-то наберет прочность. Ты все собираешь одним циклом. За счет этого производственный именно цикл строительства очень сильно сокращается. Так получается ускорение производства. И за счет этого ускорения производства еще происходит очень сильное удешевление. Если ты, кстати, хочешь сравнить, сколько стоит дом каркасный, или, например, дом из газобетона, ты можешь пойти вот в это видео, сколько стоит дом построить в 2024 году, и посмотреть. Там конкретно и есть цифры. Причем ты можешь обратить внимание, каркасники там представлены в двух категориях, но это вот есть в видосе, потом можешь пойти и разобраться. А мы вернемся все-таки вот к этому. Скорости строительства. И казалось бы, скорость строительства это гуд. Но у этого есть один очень существенный минус, который многие люди не понимают. Когда у тебя цикл производства каменного тяжелого дома растянут во времени, ты можешь мониторить раздельные этапы, например, производство фундамента, возведение стен, перекрытие, перемычек. Ты это все наблюдаешь на определенном количестве времени, причем протяженном. За счет этого можно даже невооруженным глазом и непрофессиональным находить какие-то косяки. А уже специалисты могут это все дело отслеживать прям вообще легко и непринужденно. Тот же самый технодзор в помощь. Это в каменных домах. А в домах, которые у нас каркасные, все собирается, можно сказать, молниеносно. Настолько быстро, что ты даже не успеваешь отслеживать. Вроде бы казалось, только в нижнюю обвязку сделали, и фигах уже стены подняли. Ты там уже глянуть не успел, уже зашивка пошла. И вот здесь вот вылазит следующая проблема каркасников. При быстром производстве работ очень часто возникает брак. Да, ты не поверишь. Люди, они такие люди, у них кривые руки, они пытаются что-то там гвоздь не туда забить, пленку неправильно проклеить. И за счет этого, вот это вот количество ошибок набегающих, да господи, даже просто когда под розетку делают отверстие и нарушают пароветрозащиту, и мембрану, и ту, и другую прокалывают насквозь, это же делают отверстие на улицу. А просмотреть это в период именно возведения всего цикла строительства очень легко. Именно из-за того, что это делается быстро. И отсюда возникает огромное количество вот этих вот хейтовых видео, когда там в каркасниках холодно, когда ставят какую-нибудь там аэродверь, начинают тянуть, и он прям свистит весь. И казалось бы, дом, который должен быть термосом, он на самом деле дырявый дуршлаг. И как раз-то эти проблемы возникают из-за быстроты возведения и низкой квалификации людей еще. Ну ладно, людей мы трогать не будем, специалистов. Зафиксировали. Быстрота. Иногда нужна при ловле блох, но не всегда при возведении домов. Поэтому здесь сразу тебе рекомендация. Если у тебя строится дом по каркасной технологии, то вот эти все этапы. Возвели каркас, делаем приемку. Сделали зашивку ветрозащиты, провели приемку. Сделали утепление, контрутепление. На каждом из этапов нужно делать приемку. И это нужно обязательно мониторить. На каждом этапе. Да, они будут быстро идти, но их нужно фиксировать. И да, я понимаю, что я об этом уже неоднократно рассказывал. Но возможно ты не смотрел все видео, может быть ты недавно на этом канале. Поэтому могу тебе дать подсказку, что например в ВК у нас выходят посты, где есть подборки, посвященные например фундаментам. Или например крышам. Или какой-то определенной строительной технологии. Вот это можно в ВК посмотреть. В том же самом Телеграме мы выкладываем всю информацию обо всем, что выходит у нас на канале. И на других наших площадках. Например, когда мы для девчонок что-то в Нельзяграме публикуем. Или в ВК какие-нибудь приколюхи, а не только подборки. Телега это у нас вообще основной такой навигационный канал. Поэтому туда заходи, там что-то полезное, интересное бывает даже и частенько. И спойлер, там максимальная оперативная информация о том, куда мы пойдем, в какой город. Есть ли у нас оффлайн-встречи. Вот это все вот в Тележинке есть. А любая соцсеть, которая тебе нравится, вот используй. И если тебе будет неудобно смотреть этот выпуск в понедельник, это потому что рабочий день, ты можешь подписаться на нас на Boosty. Там кроме раннего доступа есть еще определенные эксклюзивчики. Ну, много всего интересного. Заходи, разбирайся. QR-код, ссылка в описании. Все как ты любишь. Третья минусовая особенность каркасника заключается в том, что коммуникации все заделываются в стену. Это важный момент, потому что, опять же, за счет этого достигается скорость строительства. Потому что тебе еще внутренняя отделка не началась. У тебя уже все коммуникации сделаны. Еще при том же самом утеплении и так далее. На этапе возведения стен у тебя уже внутренние коммуникации все формируются. И потом их утепляют, зашивают пленками, фигенками и так далее. У тебя коммуникации все скрыты. И что происходит в зашитых коммуникациях? Ведь, опять же, человеческий фактор. Какой-нибудь сантехник неправильно трубу скрутил, и там она подтекает. Причем не обязательно, что она сифонит со страшной силой. Достаточно просто небольшого капиллярного подсоса. Я видел один дом, в котором было небольшое подтекание крана в ванной комнате. И за год утеплитель в этой стене полностью набрал влагу. Но долгое время это не могли найти, потому что ванна отделана плиткой. А когда плитка начала отваливаться, начали разбирать эту стенку, обнаружили, что кран подтекал. Утеплитель пришлось полностью демонтировать, выкинуть. Но это все фигня. Утеплитель это ерунда. Проблема заключалась в том, что там часть силового каркаса уже начала гнить. Причем гнить очень серьезно, потому что она была влагонасыщенная. Там уже произошло биопоражение древесины, и пошли необратимые изменения. Пришлось часть этого каркаса вырезать, заменять. Благо, дело, каркасники позволяют вот этот ремонт производить локально достаточно спокойно. Это плюс. Но минус зашитых коммуникаций в том, что их тяжело мониторить. И поэтому тем, кто строит себе каркасные дома, сразу рекомендаются. Если основные какие-то коммуникации, те же самые трубы, зашиваются в стены, оставляйте, пожалуйста, ревизию, возможность открыть какой-то лючок и посмотреть, что там происходит. Если это прям все в глушь зашивать, есть вероятность того, что где-то пройдет протечка, а вы найдете это через годик. Но уже придется переделывать часть каркаса домового. Надо это? Не надо. Давайте не будем с этим связываться. Четвертый момент, о котором очень тяжело объяснить человеку, который никогда не жил в каркасных домах, который привык к каменным домам. По сути говоря, каркасник правильно сделан и представляет из себя термос. И особенность термоса заключается в том, что у него нету вот этой вот возможности накопления тепла или прохлады. Потому что материалы, из которых я сделала, они инертные, они не набирают, не накапливают тепло. Ну, в чьей-то говоря, набирают, но по минимуму. И к чему это приводит? Что если вдруг каким-то магическим образом у тебя открывается окно, ты не поверишь, доме может открыться окно, и холодный воздух заходит в дом, он очень быстро замещает теплый воздух, а стены при этом, ну, они нулевая температура, ну, как не нулевая температура, они нейтральной температуры. Вот какой воздух есть, такой температуры они и будут. Соответственно, весь дом мгновенно выхолаживается. И точно так же это происходит и летом, когда у тебя открыта дверь, горячий воздух с улицы, у тебя там на улице плюс 35, заходит в помещение, и в помещение тебе очень быстро становится 35. Да, прямые солнечные лучи не попадают, это уже плюс, там плюс 45 не будет, но плюс 35 будет вообще легко. И здесь для того, чтобы у тебя в каркаснике был постоянный комфортный микроклимат, нужна постоянная зависимость от энергии. Иными словами, летом это надо всегда охлаждать, а зимой это всегда нужно. Максимально интенсивно обогревать. Причем система подогрева должна быть очень чуткая, потому что если у тебя начинает вдруг резко падать тепло, она тут же должна подхватить и скомпенсировать это дело. И при этом вовремя выключиться. Потому что даже зимой у тебя вышло солнышко и начинает нагревать твой домик, соответственно автоматика должна уже понять, что температура растет, надо выключить отопление, иначе дом перегреется. Энергозависимость и автоматика обязательно нужны каркасным домам для того, чтобы в них было комфортно жить. Иначе ты столкнешься с тем, что вот этот термос, он будет зимой у тебя слишком холодный постоянно становиться, или чересчур перетопленный, а зимой у тебя будет постоянно там жарко, и ты задолбаешься его кондиционировать. И вот здесь перед выводом мне очень хочется сказать большое спасибо вот этим замечательным людям, которые поддерживают мой канал. И если им нравится видео, они благодарят нас донатами или задают через этот QR-код вопросы в рубрику чего. Как тебе удобно, ссылочки в описании. Пожалуйста, можешь воспользоваться, я буду крайне благодарен. И вот мы подходим с тобой непосредственно к итогам. То, с чего я начал вначале, что каркасное домостроение, оно изначально дешевле вот этого тяжелокаменного. У него там есть свои плюсы и минусы. Например, каркасные дома сейсмоустойчивы. При этом их быстро возводят. Ну, много всяких нюансов. Тот скажет, они пожароопасны, но при правильной зашивке, тем же самым гипсокартоном, класс огнестойкости повышается. Это тоже можно с тобой сколько угодно обсуждать. Сам факт, то, что я сегодня тебе хотел донести, вот та разница в стоимости в начале, которая у тебя возникла, ты подешевле построил дом. Есть высокая степень вероятности, что за время эксплуатации дома, а это не 5 лет и не 10 лет, это 25, 50, 80 лет, будет нивелировать выигрыш в начале. Иными словами, ты в начале меньше заплатил, а потом на дистанции ты будешь добирать эту стоимость. И вот здесь уже выбирать, из чего строить дом, условно говоря, там тяжелый каменный или легкий каркасный, тебе принимать решение. Каркасник ты получишь гораздо быстрее. В эксплуатации с ним потом придется поиграться, потому что все равно особенности вот эти вышеперечисленные никуда не денутся. Но выигрыш во времени существенный, в деньгах существенный, но со временем он нивелируется. И, наверное, вот этот как раз момент и приводит к тому, что многие люди не хотят себе каркасные дома, а строят капитальные каменные. А за всем, на этом глубокомысленном выводе, что я могу сказать, дорогой мой друг, обнял, выбирай, что тебе нужно, здесь, сейчас, или чуть подороже и попозже, но меньше геморроя в будущем, а там уже сам разберешься. Девушки, дорогие любимые, самое главное для вас это комфорт и уют. Чего вам и желаю. А домами пускай разбираются мужики. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok